Подарок на миллион. В детской краевой библиотеке имени Крупска сегодня приняли самую большую посылку за всю историю учреждения. Это больше четырех тысяч новых книг. Подарок от самого президента Владимира Путина. Напомню, край стал одним из первых регионов, кто получил деньги из резервного фонда президента на поддержку детских библиотек. Коробки с изданиями помогает распаковывать и наша съемочная группа. Анастасия Романова сейчас с нами на связи и готова поделиться впечатлениями. Настя, расскажите, что за книги подарили библиотеке. Добрый вечер, Павел. Действительно, для библиотеки это настоящий подарок. В течение нескольких дней они получали посылки и всего прибыло больше ста коробок с книгами. Мы вот открыли буквально две и не могли оторваться, листали, потому что издания очень интересные. Многие с 3D изображениями, различными вставками интересными. Рядом со мной сейчас находится директор библиотеки имени Крупская Людмила Санкина. Людмила, расскажите, вот самые эксклюзивные издания из этих, какие можете назвать? Ну вот на момент открытия пока что из эксклюзивных очень выделяется «Остров сокровищ» в таком шикарном оформлении, где действительно, как вы уже сказали, 3D эффекты использованы, различные открывающиеся окошки. То есть эта книга просто шикарна. Она в единственном экземпляре? Это да, это в единственном экземпляре. Вот такая вот «Алиса в стране чудес» тоже с такими же эффектами. Посмотрите, какая прелесть. Людмила, скажите, а их домой брать можно или только в библиотеке? Нет, вот эти книги, которые в одном экземпляре, мы выдавать не будем, потому что, как вы понимаете, книги дорогие и все-таки нам их жалко. Людмила, скажите, а как вообще стал возможен такой подарок? Это действительно подарок из резервного фонда президента Российской Федерации. Выделено 50 миллионов рублей. И вот «Алтайский край» стал в числе первой десятки по сумме. И нам выделили чуть больше миллиона. Спасибо огромное, Людмила. Я хочу добавить, что книги станут доступны для читателей в течение месяца. Так что приходите вместе со своими детьми, читайте, наслаждайтесь литературой.